вот друзья вот о чем речь как говорил обы один бывший политик до расширить и углубить время пришло расширить и углубить поэтому осознание это пришло смотрите на моем канале все поймете увидите как я буду расширяться углубляться в поиске места для записи видео мы сейчас находимся с вами на берегу лаксинского разлива я в голове все промотал что произошло за три года с момента как я закончил официальную работу и решил опять вернуться к тому чем занимался всю жизнь фотографий ну и вот начал себе составлять всякие тезисы ну начну с главного благодарность конечно поддержку которую вы оказали те кто смотрит мой канал на ю тубе те пока десятки человек те тысячи людей которые смотрят меня во фликере мои работы ну и поддерживать меня соответственно но возникла необходимость как всегда это возникает развитие возникла необходимость роста который я всегда считал первостепенно в том числе и фотографии поэтому я решил сделать очередной шаг обращаюсь ко всем кто меня смотрит первую планку которую я не могу преодолеть уже в течение больше чем двух лет это 100 подписчиков и я надеюсь что все таки каким-то образом вы мне поможете это сделать потому что сам канал держит меня на таком плинтусном уровне показав что я ничего с этим не могу сделать никакие оптимизации никакие способы привлечения там через кросс ссылки не работают покупкой я не буду заниматься поэтому я надеюсь только на вас только на вас до чеснока не ожидал привет друзья 8 июня я пытался найти место укромное он утки опять летят где можно записать видео мое для вас но похоже народ дорвался сегодня понедельник мы сейчас на берегу лахты с обратной стороны если развернуть камеру там будет как раз тот вид где мы снимали множество видео в том числе про стереофотографию фотография которая пошла в explore в ленту во фликере в моем ну а начну я с того что прошло ровно три года с момента как я перестал заниматься своей основной деятельностью по специальности это аудио-видео инженерии соответственно теперь я занимаюсь только фотографии поэтому многочисленная поддержка которая мне за эти три года была оказана среди людей чем я занимаюсь фотографии я решил вернуться к основам тем что я хочу заниматься путешествия фотографии поэтому прежде чем писать какие-то гневные комментарии задайте себе простой вопрос я занимаюсь а столько этим занимаюсь исключительно на занимаю и трачу на это все свое время поэтому для тех из вас которым которые считают этим ненужным да проходите мимо как говорится те кто хочет реально поддержать я знаю что вы делаете что вам нужно сделать я думаю что вам не нужно объяснять привык всегда преодолевать какие-то препятствия которые стояли на моем пути независимо из-за того какими видами наук я занимался эти препятствия рано или поздно все равно преодолевал разными способами иногда это было болезненно достаточно но но результат все равно был на моей стороне прошло более почти 40 лет с момента когда я начал свой путь фотографии начал я вот с этого устройства с этого фотоаппарата у меня был вот такой смена 8 м который мне подали родители чтобы я не курочил теткин фэд поэтому меня никогда не останавливали трудности которые возникали тогда трудность была во-первых научиться фотографировать во вторых научиться самому все это проявлять печатать потому что тогда это было единственным способом как-то изучить это дело и интернета не было были только журналы специализированные достаточно дорогие были какие-то лекции по телевизор об этом тоже не рассказывали поэтому может быть это и к лучшему я прошел этот путь достаточно длитый и за несколько лет освоил технику и фотографии как таковой простой фотографии да как я говорю фотографии получения изображения с пленки фотографии печати на бумагу за это время я сделал множество тысячи фотографий своим друзьям близким дальше армия год в институте до армии где меня уже сопровождал мой киев который я очень любил и соответственно радовал и близких и знакомых и меня самим процессом фотографии я стал вникать уже в какие-то особенности жанровой съемки и подобного так вот в 2003 году у меня появился первый цифровой аппарат это была коника вы знаете об этом говорил и мир изменился то есть то время которое я тратил на обработку постобработка которая занимала огромное количество времени она исчезла просто исчезла перешло в прошлое можно сказать и я сосредоточился уже на возможности искать места силы как я их называю места где я действительно я найду какие-то интересные объекты ракурсы и прочее 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 ну и путешествие меня сопровождало разные фотоаппараты начиная от коники sony пентакс олимпус и прочие кодеки всякие разные так я стал уже фотографом и путешественник можно сказать те места которые я посещал города горы реки озера моря страны они показывали мне возможности фотографии и давали какую-то новую пищу для творения знаете друзья я думаю что весьма символично что ровно 15 лет назад у меня появился первый опыт выезда за границу россии соответственно общение на английском языке и один из мотиваторов до которых служил именно изучением языка и общение с людьми с новым и общение новых каких-то вещей фотографии это именно поездка в турцию я воздам этому должное и соответственно о чем пойдет речь вы узнаете немного позже сегодня я это сделал точнее это было вчера но так или иначе многие годы которые я туда ездил знакомился с местными людьми с местами силы которые там обнаружил они отложили очень большое впечатление на меня отпечаток и на мое творчество в том числе фотографий о чем я обязательно подробнее рассказывал расскажу в своих видео посвященном несомненно опыт последних трех лет которые произошли столько событий для меня фотографии и в моем творчестве и встреча с людьми с различными да ну и мои идеи которые реализовались все-таки уже реальностью стали они отпечаток в том числе и каких-то мыслей каких-то озарений можно сказать да и в этой связи я конечно упомяну тех людей которые шли со мной это виктор всегда верил в меня и соответственно оказывал всяческую поддержку разными способами в том числе и психологический привет видите все луки у нас шикарности и столько народу в лесу вообще и не честно говоря не ожидал что такое количество людей будет изголодаться по именно природе по реальности по нашей которые независимо от того что нам хотят навязать она все равно есть так вот я хотел затронуть еще один вопрос касающийся комментарии и комментариях не только на мою работой на фотографии я к ним привык я осознаю что всем разные в этом прелесть нашего мира соответственно хотелось бы об этом немножко поподробнее поговорить чуть не упал второй раз за моей спиной как раз находится место где я упал после этого у меня были всякие приключения с докторами и соответственно выбором обуви и прочего и прочего и прочего ну поговорить я хотел о комментариях которые оставляют люди ну на разных сетях я так понимаю не только youtube flicker instagram facebook ну и прочее 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 поддержка конечно необходимы особенно комментарии подписка я уже молчу про это потому что если нет возможности оценить работу оценить каким-то образом кроме как хотя бы подписаться или оставить какие-то мысли да я понимаю я сам был таким что считаю что это не обязательно так вот я могу вам сказать что мотивация блогеров да или каких-то творческих людей как раз поддерживается подпитывается благодаря тому что вы сможете потратить одну секунду да и поставить свой значок галочку свое отношение к этому или написать что-то да и решение заниматься этим дальше или не заниматься или переключиться на другой платформы как раз кроется в этом простом шаге который многим кажется совершенно неважным это к вопросу мотивации вот когда-то один из моих клиентов на мой скромный вопрос как бы который я озвучил как что мне неприятно об этом говорить мне всегда то действительно тема вызывала какие-то эта тема вызывала какие-то сложности да не знаю в силу чего может быть в силу того что я понимал что эта система крайне нерациональная с точки зрения у человека да и но при этом без этого никак так вот клиент мой сказал когда почувствовал энергетику да и эта система которая его сделал да и он сказал что что вопрос финансирования это очень просто для тех людей которые знакомы с этими бизнесами для них этот вопрос решается очень просто они видят все на на с другой стороны как говорится и видят все гораздо глубже и проще общаются но в том что вопрос денег финансирования ресурсов да не только времени да хотя я считаю что основной конечно ресурс это все-таки время это единственное что мы можем выбирать чем заниматься чем не заниматься об этом я говорил и вопрос финансирования каких-то идей и проектов реализации да кроме того что мир таким образом устроен что за все приходится платить приводит к определенным мыслям если задать вопрос совсем просто где взять деньги чтобы купить новую камеру новое оборудование записать лучший звук который все говорят что звук плохой но при этом это не только я говорю многие блогеры которые упоминают об этом что у вас плохой звук чего не можете купить там микрофон стоит 100 рублей как работает микрофон 100 рублей уверяю вас инженеры аудио видео знают абсолютно также как работает камера которая стоит 1000 рублей здесь мы снимали как раз фигуры лесу я снимал фигуры увидели не как посмотрите видео это интересно сейчас все по-другому сейчас тепло уже здесь можно пройти и не надо даже падать выходите снимайте все у вас получится так вот друзья мои статистика неумолимая вещь рано или поздно когда вы переходите на про версию фликер пересмотрите свою статистику по каналу даже такому маленькому как у меня отходит осознание кто вас смотрит и в моем случае если говорить о фликере это наверно один или два процента всего русскоязычных людей основная масса конечно это англоязычная и на других языках то же самое с каналом абсолютно то же самое несмотря на мои усилия несмотря на мои различные способы изменения настроек так или иначе процент русскоязычного кто меня смотрит он меньше 30 процентов ну во всяком случае недавно это было остальное это все другие страны ну и поскольку был даже человек который не субтитры включал там на испанском германия другие страны я сейчас полную статистику конечно не вижу но вижу что это есть и количество стран увеличивается поэтому я считаю необходимым изучить вопрос реализации или субтитров или все-таки записывать часть видео небольшую часть ну с простыми какими-то пояснениями на английском языке что в принципе я и делал но думаю что вы не обидитесь заодно может быть подскажете что у меня с языком Hi everyone My name is Oleg I am audio-video engineer from St. Petersburg, Russia and my passion is photography ну с точки зрения инженерии да и вопроса качества контента да я прекрасно осознаю качество звука который у меня сейчас есть на телефон которым я записываю и так и так по разному значит планы поставлены вне зависимости от того я знаю что это реализуется каким или иным способом это будет я в этом не сомневаюсь абсолютно но первое конечно это приобретение программы Luma Pro для работы с более точным монтажом видео на айпаде она платная и конечно радио петличка хорошего качества я уже посмотрел кто выпускает да ну не рассматриваю всякие там дешманские варианты мне нужно именно радио поскольку вы знаете что я занимаюсь пейзажной живописи я ухожу от камеры от штатива мне нужно достаточно устойчивая связь так вот краткие итоги за три года ну вот вы можете посмотреть в цифрах кому нужны графики могу предоставить графики но мне эта цифра в меньшей степени интересует в большей степени меня интересует развитие и возможности возможности это новый термин в новом времени в новой реальности как хотите никого не интересует интересует только возможность эта валюта твердая поэтому возможности всегда определяет все остальное я прекратил финансирование своего сайта которому три года посчитал то ненужным не видел результат абсолютно никаких в отличие от фликера в отличие от канала которым я пока еще занимаюсь и надеюсь что буду заниматься благодаря вам поэтому такое решение я принял сайт в нынешней ситуации абсолютно не нужен для того чтобы получить какие-то новых клиентов новых связей новых возможностей ну и конец то о чем я в принципе хотел сказать в поисках инструментов которые новых инструментов которые я еще узнал для моих задач для моего путешествия в мир фотографий я наткнулся точнее это было раньше но я не придал этому значения но осознание этого быстро пришло собрав информацию посмотрев видео многочисленное я нашел как ответы так и что меня больше всегда интересовало больше вопросов почему до какой степени насколько интересно ну и решил что мне это интересно я думаю что может быть кому-то из моих подписчиков будет тоже интересно кто-то откроет в этом я говорю про ресурс который называется патреон это американский ресурс историю его создания творческим человеком можете посмотреть и я думаю что не буду подробно рассказывать об этом механизм достаточно простой так же как практически все ресурсы аудио видео сейчас в основном уже никто не покупает никто не скачивает смотрят под подписки к этому рано или поздно пойдем плюс я думаю что стримных заменят обычные вот эти записи которые мы сейчас занимаемся это будет просто подключение к каналам подписки патреон сделал то же самое для творческих людей покручу вас немного ну надеюсь что не буду мешать сильно так в чем же суть скажите вы в чем же идея этого да ну как всегда новое все неизвестное особенно на русских просторах да никто об этом не рассказывает как это делать так же было и с фликером у меня потом уже появилось множество видео которые я записал о том как им пользоваться о тех людях и в принципе появились мои друзья знакомые которые стали пользоваться этим сервисом и глаза загорелись им понравилось соответственно я считаю что инструменты которых нас интересует и вообще способы коммуникации между людьми это наиболее важно и наиболее ценно так вот патреон работает по-новому и мне пришлось переступить через свои какие-то комплексы очередной раз как это было с фликером когда я ничего не знал все открывал сам все тесты все эксперименты продвижения все вообще способы и вообще как эта система работает это требовало я могу сказать даже не сотни это тысячи часов тот опыт который я накопил за эти два года во фликере я передал в многих видео рассказываю об этом и буду рассказывать с той небольшой разницы что теперь это будет еще дополнительные дополнительные видео которые будут получать мои подписчики патреона которые будут там появляться на платной основе плата это достаточно низкая минимальная плата на патреоне по моему 1 доллар подписка в месяц в зависимости от того чем вы занимаетесь какой формат вы выбираете и какой собственно процент продвижения и всего остального ну вы можете внимательно посмотреть я обязательно запишу целую серию видео про патреон но поскольку я там новичок у меня сейчас пока ни одного патрона нет пока еще да ну так же как когда-то не было и одного человека во фликер не было одного человека в ютубе поэтому все это в процессе рассматривать это как эксперимент ни в коем случае я не хочу кого-то загрузить и я смотрел видео одной девушки которая сжаловалась на то что у нее там несколько десятков тысяч подписчиков на ютубе она решила попробовать патреон записала все это на русском и соответственно через какое-то время записала видео и сказала что результат никакой у нее там два человека всего висит оба знакомые поэтому ну в общем ничего не получилось а чего это происходит от того что непонимание целевой аудитории в первую очередь во вторых не понимая для чего это сделана система и как она работает чтобы с этим разобраться некоторым на некоторых уходят годы у меня например ушли точно пару лет на то чтобы понять как же вся эта машинка работает именно до самого последнего винтика и где можно ускорить процесс а где ускорить никаким образом не получится три вида вариантов вы можете увидеть на моем патреоне я ссылку прикреплю жду от вас комментарий надеюсь что они не будут слишком злобные я ни в коем случае не прекращу записывать видео для своего канала на ютуб просто будет часть каких-то материалов которые я буду в зависимости от уровня патронажа моего моего нового детища патреона будут получать дополнительную информацию и получать дополнительные возможности для во первых контакта со мной непосредственно во вторых каких-то моих обучающих секретов курсов и прочего ну и в том числе путешествий совместных надеюсь на понимание и я думаю что несомненно все получится я в этом даже нисколько не сомневаюсь всем желаю удачи хорошей погоды выходите снимайте и все у вас получится Павионыч пока субтитры 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 и